А ваш чердак надежно закрыт? На Кузнецкой 57, например, нет. И чердак стал местом преступления. 140 метров кабеля пропали. В итоге люди остались без интернета и телевидения. Пришлось обращаться в полицию. В понедельник начали поступать звонки от наших клиентов, что пропала связь с интернетом. Диагностика технической поддержки увидела факт обрыв кабеля на чердаке. Была организована скорая бригада, которая выехала на место и увидела, что на чердачном помещении отсутствует кабель. С чердака похитили 140 метров кабеля. В итоге более 130 жителей Кузнецкой 57 остались без интернета и телевидения. Это вот здесь были обрезы. Соответственно, мы восстановили в этом месте. А обрез вот он. Это не к нашему провайдеру относится, поэтому мы его и не восстанавливаем. Воришки оттаяли. Говорят, не только в РТА телеком. Поживиться можно и в других местах. Предприятия города тоже несут убытки. О таких фактах сообщают в полицию. Полицейские проводят осмотр места происшествия, устанавливают свидетели случившуюся, просматривают имеющиеся в округе видеонаблюдения. В обязательном порядке проверяют все места пунктов приема металла с целью обнаружения похищенного имущества и установления лица сдашево-цепной металл. Как говорят полицейские, злоумышленников привлекает медный стержень. Если вы сейчас захотите сдать вот это под названием «Цветнина», то есть вы должны будете с собой паспорт, прийти и заявить об этом. Это все взвешивается, оформляется через кассу, учитываются ваши данные паспортные. Все и, пожалуйста, получайте денежки. То есть, получается, если вам принесли и сдали краденое, найти нарушителя будет не проблема, да? Ну, если вы установите, что он вор, пожалуйста, ищите, приходите. Это не единственный случай, всегда обращаются. Ну, за тот год, в том году, по крайней мере, два случая было таких, когда органы интервью дела обращались и что-то находили. Кража проводов лечет уголовную ответственность и наказывается лишением свободы сроком до пяти лет. Ксения Колбина, Андрей Шпет, Новости Мой, Междуреченск.